Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзи легенды. Так, нам нужно сегодня успеть попасть в топовое место. Так, начнем с магазина, открываем бесплатно пак. Так, сегодня воскресенье, друзья мои, так что, либо сегодня, либо никогда. Здесь заберем награду, так, поучаствовать в боях, это мы с тобой сейчас быстренько сделаем. Ванюшка, давай-ка мы продолжим тебя прокачивать. Ох ты, сколько нам здесь нужно всего. Так, 4 ячейки крэнгов нам нужно выбить. И, как всегда, они мне не дают. Это уже спецом, да, все сделано? Понятно. Давай здесь попробуем. Так, стоп, 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 не туда нажал. Микроскоп, это не то. Да вы серьезно, что ли? Эй! Хорош! Издеваются, прикинь? Так, одну нашли все-таки. И опять микроскоп. Не, не хотят давать. Не хотят, друзья мои. Может быть здесь попробовать? Здесь то же самое. Так, вторая. Вторая ячейка выпала. Третья. Ну и последнюю дайте, в конце концов. Телескоп. Это не то. Все, ребята, нашли. Так, а нам нужно еще с тобой что тут отыскать? Восемь катушек с пленкой и десять знаков. Ну, у нас, по-моему, выполнено задание уже. Да, ребята. Так что в следующий раз. И поднять уровень персонажа. Ну, это легко. Мутагена у нас двадцать семь тысяч. Так, давай-ка мы с тобой прокачаем. Донателло, наверное. До пятидесятого уровня поднимем. Отлично. Так, забираем с тобой все награды. И переходим в бой. Турнирная арена. Мы с тобой находимся в Лиге Мастеров 57 ранг. Ё-моё. Ну что, поехали. Нам уже некуда отступать. Так, семьдесят девятый. То есть максималка. Максималка идет уровень у наших противников. Поэтому будет сложно пробиваться. Кстати, сколько у нас откатов? Никто не посмотрел. И я тоже не глянул. Так, ну здесь все на ези идет. Этих ребят мы разберем. Кстати, надо посмотреть, сколько откатов. Действительно, хватит ли мне на сегодня подняться в топовое место. Потому что завтра уже понедельник. И, друзья мои, мы получим с вами награды. Я вот не помню. По-моему, у нас хватит с тобой платиновых оскоков, чтобы поднять персонажа. Кстати, ваши голоса очень сильно различаются. Практически за всех ребята голосуют. Только единственное, я не понимаю, зачем голосовать за Джастина, если он у нас уже в платиновом ранге. Ребята, вы смотрите внимательно, потому что некоторые просят поднять тех персонажей, которые уже находятся в топовом ранге. В платиновом. Я уже вам показывал, кто у меня не переведен. Так что, ребят, будьте внимательны. Многие говорят про лисичку. Кто говорит про Донателло? Донателло фильм. Потом просят перевести Донателло космос. Кто-то, видимо, ради прикола говорит Бакстера Муху. Кирби. Я не понимаю, зачем такие приколы? Вот, ребят, смотрите. Может быть, Макмана. У него есть массовая атака. Он сам по себе, кстати, очень неплохой боец. Можно Микеланджело перевести как дебафера. В принципе, Леонардо классический тоже сильный. Ну, Муху я считаю, что это в последнюю очередь переводить. Паукс, кстати, тоже достоин внимания. Но вот Тимати, мне кажется, не стоит переводить его в платиновый. Леонардо фильм. Ну, не знаю, друзья мои. Можно было бы. Мне кажется, Рафаэль будет посильнее. Вот ролевой. Леонардо оригинальный даже будет, наверное, посильнее. Ксевер Монтес идет как дебафер. Крип. Да, ребят, ну как таунт он, мне кажется, слабый. Микеланджело фильм. Ну, в принципе, как хилер дополнительный. Тоже сгодится. Но Морозильная кошка, мне кажется, будет посильнее. Хилять. Плюс она еще у нас бафер. Мутагенуид. У него тоже есть массовая атака. В общем, ребят, смотрите. Вот Донателла Космос. Не забывайте, что у него есть массовая атака. Довольно мощная, если ее прокачать. А Донателла фильм, ну, не знаю. Возможно, ребята. В общем, еще есть время, так что голосуйте. Так, ладно, а мы с тобой продолжаем. Так, идем на арену. Сегодня, видишь, я хотел, думал, пройти в испытаниях. Так, городская военная свет в темноте у нас пройдена. Ну, по крайней мере, дорог, кстати. Но мы его получили, поэтому нас уже не интересует здесь ничего. Нам нужно пройти сегодня вот это вот испытание. Сплиттера, я думаю, не стоит ребята юзать сегодня. А вот это вот, ну, наверное, стоит. Но сначала, естественно, арена. Поехали. Нам нужно перейти в Лигу Мастеров 3 звезды. И там еще и занять тупое место. Так, поехали. Опять же, делаем откаты. Я думаю, этого хватит, да? Раз, два, три. Тут уже, ребята, не до выбора. Тут берем всех подряд. Потому что нам нужно очень много боев сделать. И практически, наверное, все будут отыграны. Так, Супер Шреддер начинает со своих шипов. Так, Лео, я надеюсь, ты добьешь их? Будь красавчиком. Молодец. Ах, тихо. Тьфу ты. Нам повезло. Я уже думал, сейчас Бибобчик нам тут влепит. Но на нем, видимо, висело постепенка. Поэтому она его добила. Так, какое место мы с тобой зарабатываем? Тридцать восьмой только лишь. Двадцать пять, ребята, у нас откатов. Кстати, сто сорок монет. Надо будет их потратить. Так, Армагоша, возвращайся. Плюс Усаги. И здесь возьмем вот этих вот. Самых-самых маленьких. Самые-самые маленькие у меня уже сорок пятого уровня. Почти пятидесятого, ребят. Так, Усаги делает круговой удар своими мечами. Че-то как-то ты слабо ударил. Так, Армагоша, вся надежда на тебя. Красавчик. Так, ну что, здесь идеальная победа. И мы двигаемся с тобой дальше. И занимаем двадцать какую? Двадцать первую, двадцать первую позицию. То есть еще два боя нужно сделать, да, получается? Так, берем вот этих вот бойцов. Возвращаем Армагона. Плюс возвращаем Супер Шреддера. И я вот смотрю, ребята, у нас откаты просто тают. Но у нас есть триста одиннадцать монет. Точнее, долларов. Это значит, мы сможем с тобой взять еще десять откатов. И тогда нам, наверное, хватит. Так, ну что, ребята. Давайте начнем с Супер Шреддера. И Армагошу. Тут уже плевать на все, ребята, лишь бы добиться своей цели. Каким способом, не имеет значения абсолютно. Моя задача сегодня занять первое место и ждать понедельника. Так, какое у нас местечко? Одиннадцатое? Девятое. Отлично. Значит, последний бой. И мы с тобой в Лиге Мастеров три звезды будем. Так, дайте мне семнадцать двадцать четыре. Не хотят. Смотри, а. А почему? В чем проблема? Я вроде бы нормально иду. Эй, тихо, давай. Семнадцать двадцать четыре. Да вы... Блин, вот тут было. Твою налево увидел поздно. Вот, есть такое дело. Поехали. Армагон плюс Супер Шреддер. Раз, два, три. Поехали. Так, ну здесь то же самое, ребята. Все будет на изи. Благодаря моим имбовым персонажам. Почти всех уложил. Супер Шреддер молодчик. Ну и Армагон, естественно, добивает. Так, ну что, я так понимаю, мы сейчас перейдем с тобой в Лигу Мастеров три звезды. Единственное, что вот у нас очень мало сыра пройти все события. Я боюсь, не хватит. Так, девяносто восьмое место. Грубо говоря, если по десятке будем двигаться, да, это нужно нам десять поединков. Десять на два как раз двадцать откатов мы с тобой потратим. Но если нам не хватит, я говорю, мы с тобой докупим. Чуть-чуть. Так, здесь берем... Давай вот эту команду, наверное, возьмем против нас. Так, стоп, 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 стоп. Что это я уже творить начинаю? Нам нужны вот эти ребята. Раз, два, три. И, кстати, нужно посмотреть по осколкам, что у нас получается. Точно у нас на следующей неделе 400 будет платиновых осколков или же все-таки нет? Так, нате, получите, угощайтесь бесплатно валунчиком. Готовы. Давай-ка быстренько с тобой глянем все-таки. Чтобы уже, как говорится, убрать все сомнения и убедиться лично по осколкам именно. Так, место мы с тобой занимаем 88-й. Нормуль. Так, заходим в список и смотрим, ребят. Да, у нас на следующей неделе будет 400 платиновых осколков. Так что, ребята, нужно выбирать персонажа. Как говорится, все дело в ваших руках. Так, ну что, турнирочка. Продолжаем. Темпы мы с тобой никак не можем понижать, только усилять. Поэтому эти бойцы будут у нас основой. Именно Армагон. А там уже либо Супер Шреддер, либо Усаги, либо Леонардо. В общем, не имеет значения. Главное, чтобы во голове стоял Армагоша. Так, поехали. Неплохо. Так, нифига себе, ребята. Это просто повезло. Ну, смотри-ка. У Майки вырвался и нанес атаку моему Микеланджело. Но этот хорошо, что выжил. Блин, вот это повезло нам. А ведь он мог переключиться и на морозильную кошку. Вот он ее бы точно 100% подбил бы. Потому что она очень слабенькая. Так, 70 какой-то должен быть, да? 77. Отлично. Так, продолжаем. Я возьму, наверное, вот эту команду. Сделаем так и вот так. Раз, два, три. Подожди-ка, я... Ладно, какая разница. Тех, не тех. Это уже... Такой фактор, знаешь, уступающий. Поехали. Усаги, давай, будь добр. Хорошенько там. Звезды не им всем. Ну, в принципе, неплохо. Но Супер Шрайдера, мне кажется, бьет посильнее. Ты-ды-ч. Готовы. Слушай, а действительно, если вот прокачать, например, нам с тобой... Микел... Ой, Донателло фильм. Нет, даже не фильм, а Донателло Космос. Вот этот же Метеорит, он очень мощный. Он, в принципе, похож на удар валуном Армагона. Правда, при фулл прокачке я не смотрел. Но мне кажется, что он не будет уступать. Так, давай-ка Супер Шрайдер плюс Армагон. Двенадцать откатов у нас остается. Ребята, двенадцать. Да, действительно, нам, наверное, придется все-таки докупать. Десять штучек. Десять откатов, чтобы нам пройти. Но нас не хватит по-любому. Так, ну-ка посмотрим Супер Шрайдера. Вот он бьет. Слушай, ну он серьезнее бьет, чем у Саги. Тут даже видно, ребята. Сколько остается здоровья у противников, да? Плюс еще, естественно, постепенный урон. У Саги, конечно, тоже вешает постепенный. Но не с такой вероятностью и не настолько он отнимает много ХП. Так что, действительно, Супер Шрайдер превосходит у Саги. Так, нам еще шесть боев нужно сделать. Раз. Два. И вот этих возьмем. Тут потому что Микеланджело. Я не знаю, ребята, если он не упадет, он опять может атаковать. Вот этот вот. Пит, естественно, сразу упадет. Ага, вот они остались. Два голубчика. Отдыхать, я сказал вам. Так, друзья мои, после черепашек, я не знаю, если у нас останется время, наверное, поиграем еще в Юрский мир. Там у меня очень хорошо пошло развитие. Очень много новых динозавров. Потому что все-таки за кадром я играю. Потихонечку прокачиваюсь. Так, ну что, возьмем, наверное, вот эту команду. Опять же. Ну, все то же самое, ребят. Даже не удивляйтесь. Тут будет Армагон и Супер Шреддер. Все сделано только лишь для того, чтобы попасть на первое место. То есть, как бы это 100% гарантия того, что мы действительно это с тобой сделаем. И никаких фейлов не будет. Надеюсь, не будет. Сейчас, прикинь, промахнется еще что-нибудь. И тогда посыпется головы. Но Армагуш, естественно, ребят, этого не позволит. Ну, а там уже у нас останутся топовые персонажи. Может быть, даже уже откаты не брать. Так, 44 место было. Становится 33. То есть, грубо говоря, еще где-то 4 поединка нужно, да? Поехали. Раз, два. Так, погоди-ка. Раз, два. О, тут у нас еще персонажей. За глаза и за уши. С лихвой перейдем. Так, ну-ка. Атака. Какая-то неделя у меня это, ребята, просто трындец. Работать без выходных по 12 часов. Целую неделю. У меня еще вон впереди две ночные смены. Это будут, это будут пятые смены, которые я работаю без выходных. Тяжело очень, на самом деле. Просто приходишь домой, без задних ног вырубаешься. Встаешь опять на работу. И вот этот вот зацикленный круг. Что-то для меня это как-то слишком перебор. Так, ну что. Давай вот так, наверное, сделаем. И попробуем их добить. А что мы попробуем? Мы не попробуем, мы их добьем. Окей. Эйприл как... Воу-воу-воу-воу. Смотри-ка, видишь, выжил, ребята, Ахламон. Вот так вот всегда опасно, когда Майки выживает. И единственное, что нас спасает, что он начинал бафать свою команду. Он же мог массовую атаку сделать именно с Юрикенами. Но он этого не стал делать. Решил все-таки забафаться. Так, ну и какое место мы с тобой получаем? Где-то, наверное, пятнадцатое. Семнадцатое. То есть мы как раз с тобой тютелька в тютельку укладываемся. Прикинь, именно по откатам. Потому что я два отката сейчас потрачу, и еще два отката остаются на потом. Так что можно здесь уже брать чуть-чуть повыше рангом персонажей. Так, погнали. Шипы. И валун. В принципе, все. Они отдыхают. Так, друзья мои. Ну, а у нас впереди остается последний поединок. Который, я думаю, мы с тобой на ези пройдем. Хотя, подожди-ка, посмотрим, какое место. Да, последний поединок. Берем вот эти вот ребят. Супер Шреддер. Армагон. И вот так вот сделаем с тобой. Так, а тут, по-моему, будет у нас все-таки ходить первым Майки. А нет, Зек. Зек, естественно. А нет, все-таки Майки. У Майки инициатива больше, чем у Зека. Хм. Ну, если бы, например, Зек был бы 90-м уровнем, как Майки, мне кажется, он ходил бы первым. Такой слабенький у тебя удар, а, Зек. Прям вот не могу. Так, минус двоечка. И Армагоша всех добивает. Ну, а мы, ребят, с вами получаем топовое место. Вот так вот. Что хотел я, то и сделал. Ну, а теперь пройдем испытания, которые мы с тобой не закончили. Так, давай, давай, давай. Сейчас прикинь два. Не, ребят, единичка. Все. Здесь мы отыграли. Так, в магазин нам не надо. Здесь не надо. Так, мутаген нам не нужен. Паштин испытания. Нам нужно допройти. Потому что Лео, ну, Рафаэль-то понятно с ним. Слушай, подожди-ка. Нам нужен только Лео и Донателло. И кожеголовый. Все, понял. Ну, я думаю, тут, ребят, даже говорить что-то излишне. С такой-то командой. Тут просто на автобой мы ставим, и все, ребят. Они вырубят здесь любого. Тем более, здесь пока сороковый уровень. Да, я, наверное, сам сыграю, потому что мы так будем сейчас до посинения тут. Давай, начнем с массовых атак. Так, чтобы быстренько все это пробегать. Кожеголовый. Ты-то мне как раз и нужен. Два ДНК, ребята, нам не помешает. Фармить, конечно, не получится уже. Потому что если мы этим начнем заниматься, нам не хватит, ребят, на другие испытания. Явился, не запылился. Посмотри. Да какой деловой. На тебе. Так. И добивка. Все. Я так понимаю, это кожеголовый, да, ребята, в костюме. Пришел зачем-то грабить банк или сокровищницу, я не знаю. Он пришел в сокровищницу с крыжа Макдака. Так, ну что, погнали теперь за Рафаэлем. За ДНК, да? Но, насколько я помню, он у нас, по-моему, прокачан на 5 звезд. Так что здесь не актуально. Давай-ка вертушку с тобой сделаем. Тыч, все крысы готовы. Так, вторая волна. Оу, бронированные тараканы. Угощайтесь шипами. Минус. Так, а здесь у нас скелеты. Угостим валунчиком. Окей. И последняя волна. Кто у нас тут? Ага. И красиный король здесь затесался даже. Интересно. Ну-ка, Лео, накажешь всех? Естественно. Что для него 55-й уровень? Так, просто для забавы. Так, ну а мы с собой двигаемся дальше. Так, Рафаэль, два ДНК. Слушай, подожди к секунду. Рафаэль. Так, Майки. Это не тот. Сейчас я хочу кое-что глянуть. Рафаэль. Да, ребята, Рафаэль ролевой у нас имеет фул звезды. Так, подожди. Вот, вот Леонардо ролевой, да, ребята, имеет 81 звезду. То есть, вот, конечно, хотелось бы его прокачать. И Донателло ролевой тоже имеет 75 ДНК. То есть, нужно еще сколько? 25, получается. 25. Слушай, это приличное количество. Куда я пошел? Зачем мне арена? Ладно. Погнали. Майки ролевой. Естественно, ребята, он у нас имеет 5 звезд. Поэтому ДНК на него как бы нам не обязательно. Давай-ка. Скелеты такие деловые. Блин, я еще очень давно не снимал, ребята, черепашки, ниндзя, сила порталов. Ну, я говорил, что эта неделя просто, ребята, была убитая для меня. Не было... Не то, что не было возможности, просто... Такой вареный приходил. Я даже сейчас, ребята, немножко уставший. Но уже просто-напросто прижали, конкретно. Если я сейчас не пройду, завтра понедельник. У нас в Драконах Олуха события. Я профукал бы здесь бы. Я тоже профукал бы все. Просто уже встал чуть-чуть пораньше. И вот решил все-таки заснять ролик. Заодно и пройти. Я думал за кадром все это сделать. Но так неинтересно же. Так, победа. Ну что, получаем с тобой ДНК на Микеланджело Ролевого. Вот, Донателло. Он нам тоже нужен. Нам нужен и Донателло Ролевой, и Кожеголовый. Можно, в принципе, забить на все и пофармить. Если честно. Потому что эти события, ребята, очень редкие. Сплинтеры сегодня однозначно мы не будем проходить. Но нам незачем, понимаешь? У нас там все есть. Сплинтер у нас прокачан. Тем более в платиновый ранг. Как бы поэтому тратить время на него, на прохождение его событий. И я думаю не стоит. Так, ну-ка. Волунчик. Отлично. Рассыпались. Так, и вот здесь. Кто-то спрашивает у меня там постоянно в комментариях. Я уже не помню там никнейм подписчика. Рэй, когда у тебя отпуск? Отвечаю. Отпуск у меня уже будет в следующем году. Потому что в этом году у меня он был. В феврале месяце я брал. И до апреля я отдыхал. Так что в этом году не будет, ребята, у меня расслабухи. Так, ну что, опять кужеголовый примчался здесь. Поехали. Атака. Давай-ка сделаем ему апперкот. Отлично, постепенка повесилась. И добивка. Все, ребят. По красоте. Я даже не сомневался, что мы здесь пройдем. Так, и остается у нас последний поединок, да? Это уже где ДНК кужеголового. Так, две ДНК на Доне ролевой. Погнали. Блин, ну вот здесь вот, в принципе, было бы неплохо, ребят, пофармить. Здесь три ДНК на кужеголового. И два ДНК на Доне ролевого. Ну, опять же, шанс, понимаешь? Шанс того, что тебе именно выпадет, это маловато. Потому что тут еще осколки, книги, кружки. В общем, сам понимаешь. Ладно, погнали. Так, поехали. Укладываю их сразу, у саги всех. Да как так-то? Одного не добил. Тут пять волн, да, в принципе, для нас это проблема. Ой, не проблема. Конечно же, не проблема. Уже заговариваться стал. Видимо, еще не выспался, ребят. Так, минус. Опять скелеты. Так, Леонардо, ты сможешь их уложить в всех? Вряд ли. Угу. Придется добивать потихоньку. Окей. Четвертая волна. Опа. Все ролевики здесь собрались. Ну, давай вот так сделаем. Понизили атаку. Вырубаем Леонардо. Ролевого. Сделаем с тобой ярость Рафа. Это сейчас хилять, наверное, будет. Успеет? Я только вот не знаю. Нет, не успеет. Так, добьешь? Добил, красавчик. И здесь то же самое. Ну, и последняя волна. Это, естественно, босс. Ужигаловый вон там сидит. Ты видел, да? Когда мы сюда забегаем, там... Вот он. Его видно уже, как только мы забегаем сюда. То есть он нас уже поджидал, грубо говоря. Поехали. Мы с тобой под усилением. У нас висит ярость Рафа. Плюс практически на трех персонажах стоит двойная атака. Да все, ему крышка, ребят. Что он тут сделает? Добивка. Вот и все. События это мы с тобой прошли. Теперь вот думаю, стоит ли нам все-таки идти на платиновое испытание для того, чтобы заработать себе немножко этих деталей. Или же все-таки здесь пофармить. Ну, вот, ребята, вот здесь вот у нас... Ты понял, да? Что я говорю? Про эти детали, про эти. Или все-таки не трогать и все спустить вот сюда. Три попытки у меня всего будет, потому что здесь требуется 10 сыра. Вот дилемма, да? Ладно, давай все-таки пройдем здесь. Так уж и быть. Упс. Упс. А сможем ли мы пройти здесь? Ну, одно событие-то мы пройдем. Первое, да? Первое испытание. А вот насчет троги я уже не уверен. Поехали. Ну, что-то как-то слабо. Так, бери-ка провокацию, Рокзар. Они тебя пока пробить даже не могут. Минус. Эх, Ванюша. Так, черепашки-фильм. Шипы, ребята, конечно, шипы. Хопа, опа. А Рафаэльчик, ну, естественно, ребята, мы все знаем прекрасно, что у Рафаэль супер бронявый у нас. Так, ну а здесь выпускаем маузеров. Почти, почти идеально. Минус. Минус. И минус. Все, ребят. Как ты видишь, мы здесь прошли без каких-либо проблем. Ну, в принципе, второй, наверное, тоже можно пройти без проблем. Снаряжение черепашки. Поехали. Так, ну, тут уже 80-й уровень. То есть, ребят, на пределе. Потому что здесь у нас тоже 80-й уровни. Это именно Зэк и Рокзар. Так, ну-ка, добивай этого чудика. Ну, они, как всегда, начинают атаковать именно того, кто слабже всех. Ох, Ванька, молодец. Так, ну, здесь желательно начинать с таких мощных атак. Давай, Шреддер. Так, ну, в принципе, идеально, да? Этот не выживет. Вот нам нужно Леонардо подбить. Берет провокацию, а? Жук. Иди отсюда. И третья волна. Здесь у нас видение черепашки, да? Нам нужно добить вот этого. Так. Теперь, наверное, Рафаэля. Упс. Не вышло. А так, если... Отлично. Так, Леонардо. Ускоряет команду. Плюс вешает на себя броню. О, какой жук-то. Посмотри. Так, ну-ка, давай-ка с базуки. Так, броню. Броню мы сняли. Блокируем. И, наверное, добиваем. Да. Отлично. Слушай, а следующий, по-моему, будут у нас противники 90-го уровня. И вот здесь будет проблема. Так, снаряжение черепашек получили. Ну, проверяем. Да, ребят, 90-го уровня. Ну что, будем рисковать? Поехали. Конечно, Зек и Ракзар здесь уступают. По уровню. И мало того, что по уровню, по инициативе тоже уступают. Нифига себе, они контратаку здесь взяли. Оу. Давай вот так, наверное, сделаем. Так, нам нужно будет с тобой хильнуться еще. Но сначала их завалить. Что-то не вышло завалить. Ну-ка, атакуй. Добил, молодец, красавчик. И это вот уже. На. Так, вторая волна. Угу, классические черепашки. Классика, классика, ребята. Но они сейчас... Так. Я все-таки активирую отхил. Постепенный. А они сейчас, наверное, будут бомбить. Так, тут желательно бы уничтожить нам Леонарда. В первую очередь. Но у меня не выходит. Опа, опа, опа. Массовая атака. Выпускаем смертельную волну. И... Из базуки. Блин, ты да... Достал. Слушай, мне кажется, что у меня вот на третьей волне, ребята, будет уничтожен зэк. Тут еще, к тому же, оригиналы. Так. Наверное, начнем... Вот так вот. С Леонарда. Провокацию стоит брать? Я думаю, стоит. Выпускаем маузеров. Бросаем гранату. Так, ну этот, я думаю, не выживет. Так, Рафаэля блокируем. Попробуем. Да, отлично. И добиваем Дони. Да ладно. И я совсем забыл, что... А, постепенно-то все равно висит. Ха-ха. В плане... Ты что, Рокзар? Так, этот не будет, да, падать? Тогда добьем. Так, Майки что... Ой-ой-ой, что я такое-то делаешь? Ух. Почти, ребята, добил у меня Рокзара, прикинь. Но мы все-таки выиграли здесь. Так, ну что я тебе могу сказать? Это событие мы прошли с тобой вообще идеально. Никто у нас не погиб. То есть можно в понедельник еще до отката, ребята, пофармить вот эти эмблемки. Либо... Либо все-таки нам пофармить именно вот здесь. Живи долго играючи, именно тех персонажей, которые нам нужны. Вот я склоняюсь вот здесь вот. Так, у нас-таки есть одна попытка еще? Ну-ка. 50 жетонов. Понятно. Ну что, друзья мои? В принципе, я все успел за сегодня. Все, что я хотел. А хотел я... Во-первых, попасть на первое туповое место. Мы это с тобой сделали. Во-вторых, хотел допройти события. И я это сделал. Мало что, допройти. Мы еще с тобой и вот это вот зацепили. Платиновое. И прошли его тоже. Так что, я доволен. Ждем, друзья мои, понедельника. И вы как раз не забывайте голосовать. Кого будем переводить в платиновый ранг. Ну, а на этом, пожалуй, все. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаилем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер-спринтер, конечно, научит всему Эту безбашенную черепашу команду. Черепашки, мутанты, ниндзя. Черепашки, мутанты, ниндзя. Черепашки, мутанты, ниндзя. Юные таланты.